Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Спикер парламента и руководитель регионального отделения Единой России Александр Иванов в режиме прямого эфира провел прием граждан. Камень Корчи – один из известных историко-природных памятников республики. В рубрике «Наше наследие» мы расскажем об истории его возникновения. В Черкесске в зале торжеств прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации. В числе награжденных были сотрудники телеканала «Россия-1». В Доме правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой застоялось заседание рабочей группы Оперштаба Республики. Министр здравоохранения Казим Шаманов рассказал, что уменьшается число новых случаев инфицирования, снижается количество госпитализированных и летальных исходов. Однако темпы вакцинации в республике остаются недостаточными, особенно среди лиц старшего возраста. Как сказал Казим Шаманов, надвигается новый штамп в Карачаево-Черкесии. Пока его нет, но мы усиливаем мощности госпиталей в плане кислородного и лекарственного обеспечения. В свою очередь Ирина Гербекова призвала глав районов и главных врачей продолжать активную работу по вакцинации. Спикер парламента, руководитель регионального отделения «Единая Россия» Александр Иванов в режиме прямого эфира провел прием граждан. Вопросы, с которыми обращались жители республики, были самые разноплановые. В просьбе о срочном обновлении труб водоснабжения мама воспитанника детского сада Ивушка поблагодарила за новый ясельный корпус, который поставили по проекту «Единая Россия». Еще несколько обращений граждан касались благоустройства территории. По поручению Александра Иванова они взяты на контроль исполкома партии. Также спикер поддержал инициативу молодой гвардии. Общественная организация предложила реализовать социальный проект «Мы команда ГТО», который призван стимулировать граждан для выполнения нормативных испытаний. Все вопросы, которые поступают, в том числе и которые поступили сегодня, они будут стопроцентно отработаны. Все возможные меры для решения их будут приняты. Там, где вопросы будут затягиваться или есть какое-то понятное объяснение, почему эти вопросы нельзя решить в кратчайшие сроки, все равно людям будет дана обратная связь. У нас есть общественная приемная региональная, она находится на Комсомольце. Телефон ее 20-12-12. Также можно обратиться в наши районные общественные приемные. То есть все контакты есть на нашем сайте ERKCHER. То есть, в принципе, вся информация о том, куда можно обратиться, она доступна в свободной форме на всех интернет-ресурсах. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачева-Черкесия объявляет о приеме заявок на получение промышленными предприятиями субсидий из республиканского бюджета на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Заявки и документы принимаются по адресу город Черкесск, Калантаевского, 36. Подробную информацию можно уточнить по телефону, который вы видите на своих экранах. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Замковый камень Карачаи – один из известных историко-природных памятников республики. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам об истории его возникновения, о преданиях, связанных с этим камнем. Подробности в материале Шерифат Лепшоковый. Место впадения реки Худес в Кубань особенное для каждого карачаевца. Здесь расположен замковый камень Карачаи или Карчи. Этот объект имеет двойно равнозначное название, доставшееся нам от древних преданий. Память народа через века донесла сакральный смысл камня. Сегодня это природный исторический памятник, составляющий основы комплекса, построенного в 2009 году. Камень Карчи – уже легенда. Это дань памяти историческому прошлому карачаевского народа. Легенда о Карчи мало кого может оставить равнодушным. Ведь мужество, храбрость и мудрость ценились во все времена. Но, как известно, все мифы и легенды строятся на реальных фактах. Согласно преданию, впервые опубликованному краеведом и этнографом соратником Петру Сеевича Григорием Петровым в 1879 году, Карча со своими соратниками устроился лагерем на этом самом месте, где Худес впадает в Кубань. Ночью пошел ливень и небывалой силы. В результате обвала к месту стоянки скатился огромный камень. Происшествие произвело смятение в лагере. А когда утром увидели, что все остались целы и невредимы, Карчай и весь предводительствуемый им народ поклялись не оставлять избранное ими для поселения местности до тех пор, пока не разрушится роковой камень. Слово «Карчи» было незыблемо. Люди решили, сколько будет этот камень, столько будет и Карачай. Ученый-историк Рашид Хатуев скрупулезно исследовал эту тему. Он рассказал о том, как в 1872 году по решению углепромышленника и инженера из Тавра Полиутякова взорвали скалу с этим валуном. Откол эта часть была очень большой. И в народе прошел слух. Если разрушили камень, пропадет и Карачай. В 1877 году некоторые хаджи, некоторые авторитеты сказали, все, на этом нам знак сверху дан, от самого Карачи шло это, нам здесь больше делать нечего, конец нашему народу близок и давай переедем в Османскую империю. Ну, тогда власти быстро вмешались, зачинщиков поместили в других местах на территории нынешней Адыгеи, разместили, это удалось уладить. А вот от того камня, несмотря на то, что там был взрыв, остался фрагмент, который сейчас, по словам литератора, в форме сердца, расположен там. Примечательно, что не только камень связан с именем легендарного предводителя. Рядом была скала, из пород которой изготовляли порох, смешивая селитру и серу. И эти объекты называли корчанод луктошлары – пороховые ступы корчи. Говоря же о камне, до сих пор бытует мнение, что он является осколком метеорита. Геологи заинтересовались этим и отвезли образец в Москву, в Институт рудных месторождений РАН. Оказалось, что камень вулканического происхождения. Он из глубин земли был вырван, выброшен. А поскольку у подножья Эльбруса находится Хурзук, а одно время это была ледниковая территория, скорее всего, Петров в 879 году и был прав, что именно ледники из-под ночи Эльбруса по вершинам Уллуха и протоков его и все по всему ледники принесли эту трахитовую скалу, этого лун суда. В 1912 году еще один кубанский краевед Николай Иваненков писал о том, что в основу своих строящихся домов карачаевцы ставят кусочки этого камня, а проходя мимо луна, люди оставляют там деньги, одежду и продукты. Доходя до этого места, молят Всевышнего, чтобы путник, который сейчас покидает свою землю, вернулся живым и здоровым. Рашид Хатуев провел огромную работу, изучая феномен Карчи. Готовя книгу о нем, он пришел к выводу, что их было как минимум трое. Первый – собиратель общины в единый народ после нашествия Тамерлана. Второй Карча появился позже навек. Он вступил в борьбу с местными феодалами. Стычки завершались миром. Третий известен под фамилией Тимирбулатов. Родовой квартал от аул его потомков Карчаевых находится в Урзуке. Двое из героев носили эти имена в честь знаменитого предка. На сегодняшний день имеется около 20 названий, связанных с легендарным Карчой. Сам западный топоним в Лобинском ущелье, затем в Архызе, где по сей день имеется Карчакала – замок Карчи. Разумеется, и в Большом Карачае. А на месте нынешней моры был Карчакабак – хутор Карчи. Богатоисторическое прошлое карачаевцев без сомнения будет интересно гостям республики. Есть надежда, что земли Большого Карачая войдут в туристический маршрут, чтобы каждый желающий мог познакомиться с наследием народа. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашубоков, Али Бустанов, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевский район. В Черкесске прошел очный этап всероссийского образовательного курса по настольной игре «Путь в НКО от активиста к эксперту». Организатором мероприятия выступило Министерство молодежной политики Карачаева Черкесской республики. В увлекательной форме участники тренинга овладели методикой проведения обучающих сессий на примере представленной игры. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. То есть где на уровне региона есть такие структуры, интернет-порталы, которые решают проблему. Вот вы увидели в городе проблему, что делать? Вообще любую? Ну в городе любую. Необычный формат работы направлен на оказание помощи некоммерческим организациям, реализующим те или иные проекты в образовании, культуре, науке и других сферах. Сегодня совместно с Министерством по делам молодежи Карачаевской республики мы решили впервые на территории Кавказа провести такую интерактивную игру, настольную игру, называется «Путь в НКО», который позволяет наладить взаимодействие, наладить контакт между представителями ресурсных центров, некоммерческих организаций, органами власти и представителями средств массовой информации непосредственно на поле гражданской активности, на поле общественной деятельности, рассказать где-то о своей деятельности, о своих проектах, может быть, о тех трудностях, которые они сталкиваются в работе, и совместно найти пути решения для более эффективного социально-экономического развития региона. Благодаря игровой механике представители НКО смогут погрузиться в проектную деятельность, на жизненных примерах разобраться в тонкостях работы некоммерческого сектора, на опыте коллег узнать о взаимодействии различных секторов. Игра для нас – это что-то новое, но мы понимаем, что со всем этим мы сталкиваемся ежедневно в своей работе в некоммерческих организациях, благотворительных фондах, и очень интересно послушать и посмотреть на практику не только свою со стороны, но и своих коллег. Многие ребята, они даже не представляют, насколько важно заниматься такими, так скажем, делами, чтобы привлечь их внимание, организована данная игра. Через игру просто будет намного легче привлекать молодежь в данную сферу. В ближайшее время эксперты, закончившие обучение в рамках образовательного курса, проведут игровые сессии в своих коллективах. В Черкесске в зале ТРЖ прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации. Отметили лучшие авторские материалы по профилактике терроризма и экстремизма в числе победителей и сотрудники нашей телерадиокомпании. Корреспондент программы «Вести Карачаева Черкесии» Ахмат Халкечев, телеоператор Мухаммед Ашибоков и корреспондент «Радио России» Салима Карклазова. На конкурс представили и материалы на родных языках. Без внимания никто не остался. Из года в год церемония награждения становится все популярнее, и этот год не стал исключением. Нелегкий труд и талант работников средств массовой информации был достойно отмечен. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Спасибо большое, конечно, за такое внимание. Ну, неожиданно, конечно, что так сразу вызвали, наградили. И приятно, конечно, спасибо всем, кто организовал это все. Есть к чему стремиться, наверное. Приятно в любом случае, когда труд отмечают. И это, в свою очередь, подстегивает, стимулирует трудиться еще с большей отдачей. Фотовыставка «Добро пожаловать!» Карачаево-Черкесия, посвященная природным и культурным достопримечательностям республики, проходит в Москве на Гоголевском бульваре. Проект, реализуемый постоянным представительством в Карачаево-Черкесии в Москве, призван познакомить жителей и гостей столицы с уникальными культурными и природными достопримечательностями региона, которые представляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Выставка «Открывать!» при поддержке Департамента культуры Москвы. На ней собраны колоритные и интересные снипки Домбаи, Архыза, уникальные памятники архитектуры X века, специальная астрофизическая обсерватория РАН. Всего 32 фотографии, благодаря которым москвичи и гости столицы больше узнают об одном из самых красивых уголков России. Выставка продлится до 31 декабря. На этом суббоний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!